Надо сказать, что в первый раз в имение Тючьего Остук я попал в далеком 2006 году, когда был послан своим любимым министром культурным Сергеевичем Соколовым, у которого служил референтом, на остановку памятника Петровича Проскорина на главном кладбище Брянска. В перерыве между установкой памятника и вечерними торжествами мне удалось вместе с главным редактором литературного газета, а тогда с главным редактором журнала Росколовского Максимом Замшевым съездить в имение Остук. Это был уже вечерний день. Остук тогда уже произвел неизгладимое впечатление какой-то своей таинственностью, сакральностью. Во всяком случае, по-моему, он и на Замшева произвел такое впечатление, потому что тот до сих пор все собирается и никак не может выбраться в Остук во второй раз. А мне повезло, что в 2015 году нас с Валерием Дудревым, тогдашним главным редактором юности, пригласила выступать для встречи с Брянской интеллигенцией Оксана Михайловна Шейкина, директором заповедника Тютчева. И мы собрались быстренько и приехали. Зал был полной творческой интеллигенции, и мы представляли свои любимые детище. Я, Альманах, день поэзии, главным редактором которого являюсь уже с 2006 года, а Валерий Федорович представлял журнал «Юность» главным редактором, который он был. И на него тоже Остук произвел удивительное впечатление. Вот во скольких усадьбах я ни был, и она не производит такого вот действительно сакрального впечатления, где хочется творить, хочется ходить, хочется думать, хочется писать. Во всяком случае, Оксана увидела впечатление, которое она произвела, которое Остук произвел на нас с Валерием, и предложила приезжать почаще и высказала свое заповедное желание, чтобы в Остук была организована премия «Великий праздник молодости. Чудный». ...на благодатную почву, потому что тогда я уже был, работал в фонде «Дорог жизни», под руководством замечательного человека, мецената и поэта. Дмитрий Александрович Мизгулин является ярым поклонником Ютчева, и он попросил обсказать нас все это. И уже в 2015 году состоялся вот этот вот фестиваль международный. Мы ему дали название «Великий праздник молодости. Чудный». У этого фестиваля молодежного «Счастливая столица» в этом году он уже проводился шестой раз, а мы с Валерой сидели в жюри этого конкурса. Как глава этого жюри с удовольствием слушали мы поэтов, и Валера напечатала стихи в журнале «Юность». Но надо сказать, что «Овтух» действительно сакральное место. Вот как Валера полюбил это место, он всегда со мной приезжал сюда, хотя я немножко чаще, потому что тут фонд «Дорог жизни» помогает музею. Это всем известно. Но он уже приезжал, по мере сил помогал, и теперь вот он упокоен на кладбище, на сельском кладбище, и лежит на высоком песчаном холме, с которого прекрасно просматривается усадьба, виден памятник Федору Ивановичу Тютчеву, и виден, видна церковь Успения. Что еще сказать, что с Тютчевым меня сейчас связывает очень многое. Я получил премию «Русский путь» в 2019 году имени Федора Ивановича Тютчева. Ну, также я продолжаю возглавлять жюри «Великий праздник молодости, чудный фестиваль». Очень жаль, что он в этом году прошел только вертально, но прошел же. Прошел же, он был шестым подряд каждый год. Главное в то время – это вот преемственность. А тут преемственность существует. От «Великого праздника молодости, чудный» можно перебросить мостик к мыслящему тростнику. Тоже премия, в которой мы намеряемся поучаствовать. Был выпущен специальный журнал «Роман-газета» в новом тысячелетии. Дело в том, что главный редактор «Роман-газета» Юрий Вильямович Козлов тоже обожает Тютчева. И тут они вместе с Мизмином Санчевым Низгулиным постарались, работали над этим выпуском. Внес свою скромную вепту. Я вместе с Роман-газета пребывания пчела в Рузе. В общем, действительно, Тютчевский музей «Роман-газета» Юрий Вильямович Козлов является одним из лучших в России мест, в которые я бы всем советовал приехать. Вы получите незабываемые впечатления. Творческие люди получат толчок к продолжению своего творческого пути, ибо прикоснутся к вечности к истории. Спасибо большое.